29 октября на Луне открылось новое подземелье. Долгожданное подземелье. Игрокам понравился расколотый трон в городе грез год назад, и появление нового данжа на троих было просто вопросом времени. Так что как только обновление выгрузилось, мы с командой полетели проходить подземелье на Луне. Давайте теперь расскажу на что обратить внимание при прохождении и поделюсь своими мыслями на этот счет. Меня кстати все еще зовут Джонни Лейни, и я рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Для начала давай разберемся, как попасть в новую активность. Лети к Эрис на Луну, бери у нее квестовый предмет и отправляйся в локацию Гавань Скорби. Там теперь новая активность с банькой для мобов по типу эскалационного протокола. Ну, как по типу. Один в один. Вам нужно отразить хотя бы три волны, зачистить мобов и мини-боссов, а после залутать сундук. Частенько случается, что багаются награды, и сундук оказывается как бы пустым. Не бойтесь, награда вам упадет либо на почту, либо позже в инвентарь. К примеру, можно получить новые эксклюзивные пушки, про которые я как-то уже говорил на канале. Дробовик, снайперскую винтовку, ракетницу. Правда, до этого многие предполагали, что это оружие из самого данжа, но оказалось все прозаичней. Итак, прошли три волны, открыли сундук, а лучше прошли все волны активности. Для полного завершения нужно отразить пять волн и затем на шестой волне уничтожить босса. Дело в том, что этап поручения попросит вас также убить 20 кошмаров в алтаре скорби. Так что, если вы будете молодцами, то выполните оба задания одновременно. Это не сложно, учитывая, что сейчас на локации куча стражей и проблем возникнуть не должно. После возвращаемся к Эрис, и вот теперь запускаем данж Яма Ериси прямо с карты. Ну, что нужно знать, отправляясь сюда? Подземка доступна только обладателям Обители Теней. Рекомендуемый уровень силы не менее 940 единиц, но босс будет на 960 уровень. Вы можете и должны пройти его в команде из трех игроков, хотя, конечно, триумф есть из-за соло прохождения. Снаряжение на время прохождения не блокируется, так что вы можете заранее подготовить разные пушки в своем запасе. Однако, я прошел практически весь данж с гранатометом Горная Вершина в первый слот, револьвером Солнечный Выстрел во второй слот и гранатометом в третий слот. Но, тут хорошо бы подошла какая-нибудь Снайперка в первый слот и Паук Отшельник во второй, как вариант. Хотя, это все носит скорее рекомендательный характер. На данный момент, сложность подземелья низкая, и я бы не сказал, что от пушек тут будет уж капец как много зависеть. Залетайте на активность и давайте смотреть, с какими пазлами, загадками, ловушками и врагами вам предстоит столкнуться на этот раз. Первый энкаунтер мы прозвали Город Гоблинов, поскольку уж очень он напоминает аналогичную локацию из романов Толкиена. Ставь прелесть, если тоже навеяло ассоциации с Мордором и всем вот этим вот. Ну так вот, что тут нужно знать и как и что нужно делать? Видите эти огромные символы? Надеюсь да, они по сути нужны только как указатели, по ним вы должны ориентироваться. Задача в том, что вам нужно убить по одному мини-боссу в каждой из конкретных трех башен. Как определить какие нужны и куда бежать? Спускайтесь на платформу к любой башне и зачищайте ее от мобов. Затем заходите внутрь и убивайте большого рыцаря, меченосца. Если в зале окажется неуязвимый рыцарь, ищите другую башню и зал. Вам нужно найти ту, в которой будет большой рыцарь с мечом. Повторяю, после того как вы убьете первого такого моба, подобные ему будут спауниться по всей локации. В этом же зале между двумя столбами будут натянуты цепи с печатями улья. На каждой печати символ. Вот эти три печати, точнее три символа, и обозначат те башни, в которых прячутся нужные вам для миссии мини-боссы. Возможно в дальнейшем они будут меняться и модифицироваться, ведь у Ямы Ереси будут еще дополнительные уровни сложности. Но сейчас там рыцарь, ведьма и шрикер. Убивать эту троицу нужно исключительно с помощью меча. С рыцарем и ведьмой все просто. Чистите зал от мобов и убивайте боссов с помощью их же оружия. Ведьму можно убить только дальней атакой меча. Да, у этих мечей, подземелья, новая анимация, теперь меч можно бросать. А рыцаря можно убить только быстрой атакой. А вот на шрикера многие потратили кучу времени. Его можно убить заряженной ультой меча, но нужно убить с помощью отражения атаки. Ставите блок, клавиша С на ПК, либо Л1 на PS4. И все выстрелы в ваш щит будут отражаться и наносить урон по шрикеру. После этого к одной из башен протянется яркий луч. Спускайтесь или поднимайтесь к ней и зачистив площадку перед входом, проходите дальше в открытые двери. Кстати да, двери. Дальше вас ждет зал с кучей дверей. Из стены то и дело будут вылетать молотки, чтобы столкнуть вас вниз, прямо как на Рейде Кингс Фолл. Однако лезть далеко не придется, все проще. Как пройдете на мостик, смотрите направо вниз. Видите расщелину? Да, это вход, никаких премудростей. Идем дальше по катакомбам и выходим в лабиринт с ограми. Огромные мощные твари будут иммунными, то есть убить их невозможно. Не тратьте на это попыток и времени и усилий. В стенах этой пещеры лабиринта есть ниши, затянутые какой-то органической дрянью. Прострелив ее, можно нырнуть и спрятаться в тоннеле. В этих тоннелях нужно отыскать мобов, а среди них убить жирного рыцаря с желтой полосой здоровья. С него вам выпадет релик, который нужно принести и вставить в специальные замки около больших круглых ворот. Располагаются они в основном в лабиринте. Да-да, там где злые огры. Так что придется побегать, прятаться и все такое. Немного стрёмно, но точно не сложно. Ворот в лабиринте 3 штуки. Какой релик в какие ворота вставлять не имеет значения. Просто выбивайте шар, закидывайте в спот и ищите следующий. Для того, чтобы проще ориентироваться на территории, вот вам карта. Скриньте. Закинули 3. Ворота открылись, дальше новый энкаунтер. Кто помнит этап с открытием ворот на Варпристе из Рейда Кингс Фолл? Вам ничего объяснять не буду, вы и так все поймете. Для остальных есть ворота, заперты на 2 столбца рун. Каждый вброшенный релик снимает одну руну. Релики выпадают из специальных жирных рыцарей, которые будут спауниться тут с трех сторон. С тех ворот, что вы открыли. Сложности тут две. Дебаф, который вешается на игроков сразу с началом энкаунтера. Как только он накопится до значения 10, вы умираете. Очищается этот баф в момент, когда вы вкидываете релик. Поэтому схема примерно такая. Носите по очереди релики, но под тотемом около ворот всегда должен быть один игрок. Иначе тот тоже начнет накаляться и убьет вас. Вторая проблема рыцари наверху. Они будут доставлять уйму проблем. Так что заранее экипируйте снайперку или что-нибудь типа пулемета, гранатомета. В общем, то, что сможет на большом расстоянии быстро убить этих рыцарей. Они будут спауниться не прекращая, так что следить за ними придется тоже постоянно. Вкинули все релики? Лопайте мерзкий прыщ и ныряйте в открывшийся проход. Прыгайте вниз. На этой стадии вас ждет некое сочетание джамп-пазла и убийства мобов. Для прохождения этого этапа, если его можно вообще этапом назвать, потому что награда-то за него не выдастся, нужно убить трех ведьм, которые блокируют проход к боссу подземелья. Как только вы спуститесь в эту локацию, прямо перед вами будут три знака. Эти знаки указывают на местоположение этих трех ведьм. К слову, ведьмы используют огненные щиты, поэтому заранее подготовьте подходящие пушки. Торопиться с ведьмами не нужно. Спокойно проходите препятствия и находите ведьм. Можете ориентироваться по радару, если он загорится, то это может означать, что вы на верном пути. Но вообще, вам вот собственно карта. С ней-то уж точно не заблудитесь. После убийства трех ведьм, как уже было сказано, откроется проход к финальному боссу. Этот проход располагается ближе к центру локации с ведьмами. Финальная комната с боссом достаточно огромная. К слову, самого босса зовут Зулмак, орудие пыток, а за его основу модельки был взят Уракс, из первой части, который был одним из боссов тюрьмы Старейшин. Ну, это так, занимательный факт. На этом боссе повторяется механика с мечом из первого этапа. Вам нужно убить шрикера, ведьму и рыцаря со щитом, используя меч Улья, который можно будет опять же выбить с тех же самых рыцарей, что были на первом этапе. Помимо самих рыцарей, на карте будут присутствовать Акалиты и Рабы. Чтобы начать фазу дамага, нужно снять боссу Иммун. Для этого вставляем по одному шарику в три столбца рун. Сами шарики, как вы уже могли догадаться, будут падать со шрикера, рыцаря со щитом и ведьмы. Для начала расчистите локацию от мелких мобов. Рыцари, которые несут меч, убивайте как только они появятся. За время действия меча не беспокойтесь, так как рыцари будут постоянно возрождаться. Как только вы вставите три шарика, то начнется фаза дамага. Вместе босса образуется купол, внутри которого и нужно его бить. Если вы стоите вне купола, то урон проходить просто не будет, так что обратите на это внимание. Сам босс достаточно безобиден во время зачистки мобов и занесения шариков, но во время фазы урона может натворить пакостей. Следите за его атакой мечом по земле. Эта атака создаст прямую огненную линию, которая способна заваншотить игрока. В некоторых случаях она проходит сквозь стенку. По пушкам и подклассам советовать в целом нечего, все стандартно. Кладезь или купол, нужные дебафы от гранат, бремя и дзанаги, горная вершина, греники в хэви. Решайте сами. Фаза дамага достаточно долгая, так что в любом случае продамажите хорошо. Как только она будет подходить к концу, босс начнет некий каст. Вероятно этот каст убьет игроков в куполе, так что лучше выйдите из него, мы как-то проверять не стали, не рискуем. Поэтому перестрахуйтесь. Повторяйте эту историю до тех пор, пока не убьете босса и получайте награду. И да, данж простой, реально. Особенно в сравнении с Расколотым Троном. Однако у него будет еще аж два дополнительных уровня сложности, как я говорил, которые точно должны будут потрепать нам нервы. Посмотрим, я постараюсь рассказать на канале и о них. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь подписаться на канал, мы стараемся. Счастливо. Продолжение следует. Спасибо.